Прайм тайм с Никитой Небылицким Доброе утро! Вопрос номер один – это идейная позиция вот этого вступления было или это нечто спонтанное для ипотажа? Вот с Вашей точки зрения, Вы же хорошо знаете свою дочь? Я думаю, что это, конечно, глубоко продуманная позиция, а ипотажная форма выбрана из этих эстетических представлений, которые они учеркнули. Моя дочь, учащаясь в школе фотографий имени Родченко на специальности видеоарт и изучая, так сказать, явления современного искусства, они, видимо, такую форму придумали, придумали, чтобы не то, чтобы привлечь, а чтобы это было более действенно. Более действенно. Другое дело, что вот эти балаклавы, которые они одевали, они подразумевали полную анонимность всех участниц, то есть здесь не было задачи получить какого-то личного пиара, личную известность. Да, но пиар в группе же. Ну, группа такая была проходящая, там очень много было девочек, приезжали из других городов, их там на Красной площади не 8 было, а их вообще там много. Ну да, если посмотреть видео с предыдущих акций, да, это понятно. Поэтому это такая проходящая группа без постоянного членства, понимаете, может быть там были какая-то внутри снова группы, но в основном это были вот многие приходящие, те, что остались на свободе, кто уехал и в других городах, поэтому не было личного, так сказать. Тогда в чем идея, что хотели показать? Ну, во-первых, молодежь, она достаточно критично воспринимает сегодняшнюю ситуацию в государстве. И та перспектива, которую молодежь в настоящее время, они ее просто не видят, ставя вот здесь. То есть не в качестве работы, не какого-то роста, не перспектив, да и идеологический тупик какой-то, понимаете. И вот то влияние, которое пыталась оказать церковь на период выборов на избирателей, призывая их голосовать именно за одного кандидата, потом критикую тех, которые ходили на митинги, на шествия, что не надо доходить, и глубоко возмутило. И вот, видимо, вот такой посыл против стеяния церкви с государством. И, действительно, здесь я, может быть, даже скажу, что в этом плане я солидарен, потому что православная церковь проявила себя как организация охранительная, ортодоксальная, которая к прогрессу не имеет никакого отношения, это агрессивная, так сказать, организация, и поэтому диктовать идеологические какие-то основы в государственной идеологии, это приведет нас в тупик. Ну, и в истории это уже видели, это при Александре III, когда товарищ Победоносцев руководил всем, так сказать, связью идеологической работы, так называемой, и церковь была непосредственным участником всех, так сказать, государственных ее проявлений в любом, в любых проявлениях государственной деятельности, то, в конце концов, это привело к трем русским революциям. Ведь кто, в конце концов, разрушал церковь и расстреливал священников. Это не марсиане, которые приехали откуда-то с другой, так сказать, планеты. Это делали именно те православные, потому что они видели в церкви служителей реакционного государства, который их угнет. Да, произошло замещение понятия. Конечно, конечно. И если сейчас церковь стол ставит в такую же позицию, то кончится это примерно тем же. Ну, оно может не с тем же кончится, но к ней будет относиться именно к агентам государства, которые, так сказать, недостаточно популярны. Скажите, пожалуйста, Станислав Олегович, а Вы вообще обсуждали в семье вот участие в пангруппе «Пуссирайт»? То есть, какие акции собираются девочки делать? То есть, Вы вот с дочерью это именно обсуждали. И у меня сразу второй вытекающий отсюда вопрос. Если бы не знали, но если бы знали вот о готовящейся акции в Храме Христа Спасителя, попытались бы отговорить? – Во-первых, я название «Пуссирайт» узнал только после случившегося, когда все это произошло по телевидению и так далее. Я только один раз был в курсе вот то, что произошло на станции метро «Аэропорт». Вот. После этого я с ней долго беседовал и говорил, что, ну, с моей точки зрения человека старого и реакционного, ну, не реакционного, достаточно традиционного, такие формы проявления, тем более они там феминизм, так сказать, пытались рекламировать. Вот. Что эти формы непонятны и вообще они ни к чему хорошему не приведут, и тем более они там попали в милицию. И я говорю, в конце концов, к чему это все вот приведет? И после этого она, конечно, не посвящала меня в свои планы. – Ну, взрослая девочка тоже. – Вот. И об этом, то, что произошло в храме Христа Спасителя, я узнал только из средств массовой информации, из телевидения. Конечно, я бы, если бы знал заранее, я никогда бы не позволил, не то, что не позволил, я по мере своих сил и возможностей отговорил бы от этого, потому что, действительно, здесь затронуты были очень серьезные идеологические такие вопросы, которые просто так не проходят, как говорится. – Ну, знаете, вот смс-ки разные приходят. Например, наказать было надо, сажать – нет. Из них хулиган их сделали великомучеников. Абсурд. А отца искренне жали. Кстати, очень многие люди вам сочувствуют, выражают, слава Богу, милосердие, оно еще не потеряно. Но, с другой стороны, например, так, я резко против приговора, считаю его неадекватным. Вопрос. А в целом, деятельность девушек – это нормально? И как наказывают, к примеру, за курицу в Вагине? – Ну, я хочу сказать, что курица в Вагине – это акция войны, которая не имеет никакого отношения к пусть рай. – Да, это группа война делала, да? – Да, причем вот… – То есть, ваш ребенок к этому вообще никакого отношения не имеет? – И вот это славные наши женщины-депутаты, которые приписывают моей дочери вот эту часть в этой акции, это просто злобные клевета накануне судебного разбирательства, приписать им какие-то… – То есть, на самом деле, курица вообще к вашей дочери отношения не имеет? – Это было в другом городе, в другом месте, другая женщина, в интернете выложена там блондинка и так далее, и это… И с каждым нормальным человеком это просто понятно. Это госпожа Медзулина и Московская, я не помню там как, Московцева, распространили злобное клеветническое письмо, приписывающее моей дочери, участвуя в этой акции, я могу просто в суд подать на них. – А будете? – Ну, я не знаю, как чем все это кончится, но меня глубоко возмущает вот такая вот злобная клевета и распространение средств массовой информации. Они написали письмо и прокуратуру, и Астахову, и психологический какой-то институт там, серпского, против вот такого вот… Причем это письмо опубликовано в печати и в интернете, вот, и… Ну, это заведомая ложь и клевета. – А вот Иван Бубнов из Москвы пишет «Горжусь вашей дочерью». На самом деле очень разные оценки. – Я понимаю. – А вы сами вообще верующий, религиозный человек? – Ну, я был всегда воспитанный с детства и вообще в нашей семье такая традиционная находилась в области русской православной культуры, но русская культура она всегда связана была и с православием как-то, потому что это какая-то духовная основа. И мы дома у нас отмечали и Рождество, и Пасху. Конечно, не было такого восстарковления, но какая-то вот связь с такими духовными вещами была. У меня дома иконы на стенах висят, я просто интересовался этим. – А дочь когда-нибудь была религиозной? – Ну, я ее крестил, конечно, как всякие, так сказать, нормальные люди, но я не замечал. Я с ней ходил в церковь помянуть наших умерших, так сказать, предков, и мать, и отца, и бабушку. Ставили свечки, она со мной ходила и стояла в церкви, и не было никаких возражений. То есть для нее, я считаю, что вот Храм Христа Спасителя, это даже как будто достаточно знакомая и родная обстановка, понимаете, они как будто пришли туда помолиться Богородице, понимаете, это не акт вандализма, тем более они там ничего не сделали. Ну, я как-то так понимаю, может быть, я ошибаюсь, но психологически они бы не пошли никуда, не в мечеть, потому что для них эта культура была совершенно чуждая. Ну, это всем нашим слушателям ответ на вопрос, почему не пошли в мечеть. Да, конечно. Вот сейчас все становится понятно, друзья, чтобы вы не возмущались. Я, кстати, напоминаю, плюс 7903-797-6333, номер нашего смс-портала. Скажите, пожалуйста, Станислав Олегович, вот вы говорите, что вы хотите разбираться с тем, что просто оклеветали. Конечно. Совершенно, да? Запущена ведь в интернет вот такая, что это связано ну, конкретно с этой группой, конкретно с моей дочерью. Ну, что бы вы сделали на моем месте? Нет, абсолютно. Она сейчас сидит в тюрьме, она не может сама защититься, понимаете? Да вы совершенно правильную вещь делаете. Вот. И вот после суда я, может быть, даже с адвокатами это делаю, потому что это возмутительно. А еще какие, на ваш взгляд, были ошибки в следствии? Тем более новый закон о клевете позволяет достаточно Да, здесь можно развернуться в это дело. Знаете, в одном из, как ни странно, мотоблогов я прочел вот такую цитату. Патриарх мог бы очень сильно, первое, поднять свой авторитет, второе, заработать, опять же, и заткнуть в рот всем своим оппонентам, прямым или косвенным, если бы он вовремя прислушался и, первое, написал ходатайство о помиловании Пусел. Выступил в суде, как потерпевшая страна, с зажигательной проповедью на тему, эти девушки несчастные и бесноватые, но Бог привел их в мой храм за помощью. Их поступок – это крик о помощи страдающих от бесов душ. Просто сами по себе, они по глупости этого не понимают и не могут правильно просить. Но Бог привел их ко мне в главный храм страны, и их гонимых бесами ноги, и их истерзанные души пришли в храм. И это не осквернение храма, напротив, сам Господь посетил нас, послав нам этих страждущих. С Божьей помощью они преодолели все преграды, охрану и т.д. Поэтому, кем бы они себя ни считали, ответственность за них, как пастырь и как отец блудных детей я беру на себя, и поэтому прошу суд – будьте снисходительными. Перед ними несчастные матери-одиночки, которые решены мудростью в силу дурных влияний и наущению бесов. Наше призвание, как христиан – борьба с бесами. При этом продемонстрировав все нужные прошлые, ну, дальше не очень цитируемо, то, что они творили в музеях. И сказать – вот бесы хотят отнять у нас самых активных, которые могут принести пользу, если их правильно настаивать. Они отказываются каяться на меня, как их отца духовного. Это не останавливает и не гасит мою пневматическую любовь. Я беру их на пороки и окружу их отеческой заботой. И все в таком же духе. Патриарх мог бы принести им яблоки в тюрьму, причем лично, и это не столько не умолило бы его гордыню, а напротив. Представляю, что эту проповедь транслировали бы все каналы. Да все бы забыли про пыль и часы бригет. Все бы сказали – о, да, вот это наш пастырь, за своих овец кого порвет, как тузик грелку. Вот странно. То есть это православная позиция просто православного человека. Это просто кусок из одного. Кто-то, как один мотоциклист, написал другому. Человек – никто. Почему церковь так странно себя повела в этой ситуации? Конечно, вот эта позиция, если бы так произошло, это было бы просто замечательно, и церковь была бы, приобрела большой авторитет верующих и неверующих, и понимание, так сказать, сущности христианской веры, так сказать, прощения, любви, братства, солидарности и так далее. Но, к сожалению, руководство церкви, видимо, не обладая, так сказать, стратегическим мышлением, а только решая свои тактические задачи, вот пошло по другому пути, по пути стояния, мобилизации православных в ненависти к другим, которые инакомыслящие. И вот что мы имеем сейчас в результате. Мы имеем разделение общества по таким идеологическому принципу. Создание черносотенных православных бригад, которые нападают на людей, которым они не нравятся, доходит вообще до ужасных вещей. Вот Партерей Чаплин в инструкции к этим бригадам, он пишет, что главное вот в пределах храма и в пределах ограды не надо проливать кровь, но вне преграды, за оградой, вне стен храма вы уж можете их наказать как хотите. К чему это призывает? Это прям, в смысле, это вот буквально, есть такой документ или это? Это напечатано в новой газете, под попутой Муратова, цитата из инструкции к вот этим боевым бригадам православных. Ну, я очень надеюсь, что это все-таки какие-то слухи, как-то это, ну, чересчур. Я цитирую просто новую газету, я не сам чуть не читал, так сказать, эту инструкцию. Да, 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 мы хотим подчеркнуть, дорогие слушатели, что вот это… Да, и вот я говорю, что вот эта публика, которую вот девушки из Бусси Рояд назвали вот английским термином и очень метко его перевели, вот это все поднялось на поверхность и своей, так сказать, вот этой… отравляет атмосферу зловониям, отравляет атмосферу общественной жизни. Понимаете, дело в том, что кто был инициатором вот этих стояний и так далее, возбуждения ненависти религиозной фактически, это было практически руководством православной церкви. Ну, скажите, при этом, при всем, мы знаем примеры, когда в интернете появляются открытые письма православных священников, которые выступают в защиту, собственно, девчонок. У вас был ли опыт общения с такими людьми, которые действительно, я не знаю, может быть, звонили, писали, подходили, выражали сочувствие, соболезнования, вы лично вот общались? Я лично общался с людьми глубоко воцерковленными, и они говорят о своем неудовлетворенности реакции руководства православной церкви. В начале следствия, когда я общался со следователем Артемом Владимировичем Ранченковым, он мне показывал большую кучу, пачку писем, инициированных писем от прихожан православной церкви, потому что в самом начале была такая инструкция, разослана по епархиям и по церквям, собирать прошение от наказания группы Пуси Ред от прихожан. И многие священники воспротивились и отказались это делать, и в результате они отозвали вот это вот письмо, и таких писем не было в обвинительном заключении, они не были присоединены. То есть сами священники поняли, что это вызывает вот такую вот ненужную ненависть. И Куральев говорил, что вот волна ненависти, которая была поднята реакцией церкви, она не на пользу идет. Здесь надо различать, конечно, верующих простых, православную веру и руководство церкви. Вы знаете, я вам скажу, что вот такая вот точка зрения существует, вот СМС пришла, это не позиция церкви, это политика государства спланированная, подорвать авторитет церкви как силы, вокруг которой может сплотиться народ против власти. И делается это руками в частности того же Чаплина. Нас снова дурят. Мы видим то, что нам показывают. В данном случае церковь плохая, результат достигнут. В данном случае я читаю СМС-ку, имейте в виду, это не наше точное зрение. Да, это статус нашего СМС-портала. Я прочитал статус нашего СМС-портала. Но ведь действительно получилось по результату, что, и это страшно и трагично, что как общественного института в результате всей этой истории значимость церкви уменьшилась, а должно было произойти наоборот. Вот если бы первоначально вот вы зачитали вот ту позицию, которую вот кто-то здесь опубликовал в интернете, если бы такая позиция церкви была, она бы, конечно, получила большую поддержку и авторитет. Но, к сожалению, этого не произошло. Но вот почему, с вашей точки зрения? Я не знаю почему, но вот я хочу сказать, что когда я наблюдал вот это молитвенное стояние, то я подумал, что власть должна очень насторожиться, потому что вот у нас появилась такая общественная сила, которая может мобилизоваться в любой момент, и куда она может повезти, уже может не управляться ни кем, ни чем, понимаете, из государственных деятелей, только руководством каком-то РПЦ. И я думал, что вот наш президент должен был озадачиться вот именно вот этой угрозой, можно сказать. Вся эта история, она как бы, ну вот лично с моей точки зрения грешит каким-то безумным количеством неразумных действий со всех сторон. Со стороны девочек, со стороны церкви, со стороны власти, со стороны суда. Вот такое ощущение, что... Театр абсурда. Абсолютно театр абсурда. Понимаете в чем дело? Вот при советской власти был какой-то идеологический отдел при ЦК КПСС, который как-то продумывал. Там Яковлев умный сидел. Вот. А здесь, видимо, все это зависит от каких-то отдельных исполнителей. Я думаю, что это просто эксцесс исполнителей на каком-то среднем уровне, которые какие-то тактические задачи решают, но стратегического мышления у них нет. Они не могли предугадать вот такого поддержки в зарубежных каких-то средств массовой информации деятелей, культуры, там, политических деятелей. Они не могли предугадать поддержки, которые здесь в музыкальных возникло. На удивление на это отреагировал весь мир. Да. Прямо на удивление тоже. На Ходорковского такой реакции не было. Да. И действительно сейчас какие-то, я понимаю, сейчас воспринимаются какие-то меры противодействия вот этой общественной кампании. Ну, знаете, насчет мер противодействия меня умилила одна мера противо. Я не могу на ней не остановиться. Господин Газманов, это такой певец есть, напоминаю, господа. А человеку по имени Пол Маккартный указал на его неумность. Почему? Может быть, господину Газманову сначала пить научиться, как Пол Маккартный, а потом оценивать. Не надо ему ничего, он просто этого не делает никогда. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях папа Катя Самуцевич и… Станислав Олегович Самуцевич. Да. Это Никита Небылицкий, Дарья Гордеева. Программа «Прайм Тайм». Мы обсуждаем нашу с вами реакцию вокруг того, что произошло с… И вообще пытаемся как-то разобраться в ситуации. понять разные стороны общественного конфликта. Плюс семь девятьсот три семь девять семь семь шесть три три три. Номер для ваших смс-сообщений. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Прайм Тайм с Никитой Небылицким. Доброе утро. Это Прайм Тайм. Никита Небылицкий, Дарья Гордеева. Доброе утро. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Телефон наш… СМС-портал наш. Ну и телефон наш в СМС-портал. А в гостях у нас… Станислав Олегович Самуцевич. Это папа-участница пан-группы «Пуссирай». Это Екатерина Самуцевич. Еще раз здравствуйте. Да. И вот такой вопрос от Михаила. Дайте вразумительный ответ. Зачем же они все-таки это сделали? Ну, видимо, надо обращаться непосредственно к ним, потому что я могу как испорченный телефон что-нибудь… Ну, к ним сложно, сложновато обратиться. Как-то интерпретировать их совсем не так, как они думали. И вот с моей точки зрения именно вот такая связь, как она называется, конкордат церкви и государства, видимо, вызвали у них какую-то вот такую отрицательную реакцию. Ну, то есть, Михаил, я как бы резюмирую. Хочу сказать, что сделали это потому, что считают, что церковь как институт ведет себя не совсем правильно. Они высказали свою точку зрения на эту тему. Можно как угодно к этому относиться. То есть, ну, вот я, например, считаю, что это не та форма, которая должна быть. Слушай, но это как современное искусство. Можно любить его, обожать и принимать, можно не понимать ни в какой вообще совершенно степени. Но мы все знаем, что вот такие перформансы, по сути дела, это по большому счету, часть действительно современного искусства, если уже разбирать это вот в таких формах. Ну, хорошее, плохое. Это другое дело. Однако, это его часть. Кстати, очень хорошее сообщение написал нам слушатель Евгений на смс-портал. «Бизнесмену трудно быть патриархом», написал нам Евгений. Вот, по-моему, это достаточно справедливое замечание. Ну, наверное. Доброе утро! 730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте! Здрасте! Доброе утро! Доброе утро! Как зовут вас? Меня Эдуард зовут. Здравствуйте, Эдуард. Ну, смотрите, я каждое утро на Малезином правиле молюсь за девочек. Да, ну вот, например, папа сейчас. Я не понимаю, что значит, когда у меня спрашивают конкретный вопрос, почему они это сделали за ЭТП. Говорят, я не знаю, спросите у них, а кто он он? Даже папа. Вот, если у меня спросят за мою дочь или за моего сына. Да, парень, ты чего ответишь? Я, конечно, отвечу. Потому что я папа. Скажи, вы понимаете, что мы ведем речь о взрослом и совершеннолетнем самостоятельном человеке? Совершенно понимаю. Соответственно, я не говорю. Так они и сами, и к ним надо адресовать эти вопросы. Не, ну подожди. Я с нашим слушателем согласен. Папа, такие дети, вот и все. Ну, нет. Если папа не может ответить за детей, то это же это папа. Папа не может ответить за детей. Папа, ну, скажем так, старается соблюдать приличия. Папа говорит то, что он думает. А то, что он обрекает это в такую аккуратную форму, ну, слушайте, не все люди каждый день ходят на радио. Это не просто вот так вот. И потом поставьте себя на место папы. Вот сейчас. Вот представьте себе, вот тот весь вал негатива, который льется, вот он на него выливается. И он при этом ходит. Он при этом вступается за свою дочь. По-моему, это поступок. Ну, мне так кажется. Можно я еще расскажу? Ведь проблема отцов и детей – это вечная проблема. И когда человек уже достигает ребенок определенного возраста, и уже приобрел какой-то и жизненный опыт, и какую-то политическую, так сказать, позицию, то, конечно, можно с ним дискутировать, можно обсуждать эти вопросы, но непосредственно влиять и отвечать полностью – это просто уже невозможно. Ну, отцы и дети – это такая проблема, которая… Ну, вы бы выбороли, если было бы поменьше лет. Ну, я не сторонник таких… Ну, вы же понимаете, я не принимал взмыслей. …мероприятий. Но у меня с ней были откровенные дискуссии. Я, как традиционный человек, много критиковал ее с точки зрения… И обсуждали многие вещи. И она была со мной не согласна. И действительно она смотрела на меня какого-то ретрограда, там, политического динозавра, с которым многие вещи не понимает, и обсуждать просто бесполезно, потому что не дойдет, понимаете. Поэтому вот возлагать такая ответственность – да, может быть, действительно, в чем-то виноват. Да. Но я считаю, что это такая объективная ситуация, которая может возникнуть у всех. Есть хороший вопрос от нашего слушателя Сергея из Саратова. Есть ли люди, которые отвернулись от вашей семьи после произошедшего? То есть не случился ли раскол, там, с друзьями, родственниками? Как вот в этом отношении? Нет. Очень многие солидарны со мной. Солидарны, поддерживают и болеют за девочек. Есть у меня два старых друга, школьных даже, товарищей, которые, так сказать, считают себя государственниками. Они не одобряют поступок, но на нашу, так сказать, дружбу и взаимоотношения это никак не повлияло. Они считают, что не надо. Ну, я тоже считаю, что не надо это было делать, но они очень отрицательно относились к последствиям того, что произошло. Ну, я понимаю, потому что эти люди все-таки в памяти у них был 91-й год, как это отразилось на их жизни, вот это поколение, вот 91-й год. Как разрушились многие, так сказать, жизненные обстоятельства многих семей. Многие мои школьные товарищи потеряли работу и потеряли квалификацию. Некоторые даже умерли, вот не пережив вот такого резкого изменения обстоятельств. И поэтому я их понимаю, они боятся вот повторения вот какой-то вот типа 91-го года резкого слома общественной жизни, понимаете. Они как-то уже устоялись в этой жизни. Не, ну вообще очень многие люди не хотят и боятся неких резких перемен. Конечно, конечно. И они с этой точки зрения оценивают как перспективу, понимаете. Ну, это никак не повлияло на наши взаимоотношения, дружбу и обсуждение этого вопроса. Смотрите, вот такая смс пришла. Скажите честно, вам же стыдно за нее, и мы от вас отстанем. Вам стыдно? Вы знаете, вот сначала мне было как-то стыдно, потому что какой-то апатаж, вот этого я не понимаю, что-то они там какие-то слова такие не совсем приятные говорили. Но потом, когда вот я наблюдал их позицию во время длительного вот этого заключения, их убежденность, я не ожидал, что у нее такая сила воли какая-то вот существует. Она там голодала несколько раз, протестуя против каких-то там обстоятельств внутренних в СИЗО. То есть я вдруг увидел в ней какого-то такого самостоятельного ответственного какого-то человека со своей силой воли, которого у себя не подозревают. Ну, то есть, если я правильно вас понимаю... Вот за это я ее как-то зауважал, понимаете? Вот за это я ее зауважал. То есть вы разделяете ее идеи, но при этом уважаете ее позицию. Вот как характер, да, да, да. Хорошо. А как вы считаете, вот если бы они знали, вот она конкретно знала, чем все это закончится? Мне трудно сказать. Вряд ли они думали, что это закончится вот таким вот длительным заключением, которым предстоит еще. Видимо, они, как и по предыдущей акции, заканчивались административными какими-то наказаниями. Видимо, они не ожидали такой резкой, такой жестокой реакции церковных кругов. Ну, да, это при условии, что все предыдущие акции проходили, в общем, достаточно... Я имею в виду, если бы она понимала, что их посадят после этого. Как вы думаете, какая была бы реакция? Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, они и пошли там на жертвы какие-то. А я, кстати, не удивлюсь, судя, да, действительно, по той силе воли, которую девчонки продемонстрировали. У них какая-то вот такая позиция какая-то. Вот я не знаю, я не могу точно утверждать, но за них не знаю. Вот от Сергея, нашего слушателя, вопрос. Когда ваша дочь выйдет на свободу, вы поддержите ее желание, если оно возникнет, уехать из страны? Нет, категорически нет. Потому что, ну, во-первых, в чужой стране жить ужасно. Во-вторых... Ну, и там нам вообще ничего делать. Почему? Почему она вдруг должна... Вопросы отсутствовали просто? Нет, конечно, конечно, нет. Скажите, как-то, я не знаю, может быть, была возможность там в переписке узнать у девочек отношения по поводу всех вот этих сейчас спиливаний крестов и т.д. и т.п. вот к этим акциям? Ну, я на последнем свидании был, это еще было до акции, крестоповало, поэтому реакции не было, но судя по тому, как они с адвокатами общались, они категорически протестуют и отвергают вот такое. Если такие действия, они никогда бы этого не пропагандировали и не солидаризируются с такими явлениями. Нет, это вообще омерзительное явление, на самом деле. Одно дело высказать свою точку зрения на поведение. Причем я очень сильно сомневаюсь в том, что это делают действительно сторонники Пуссераев. А другое дело вандализм такой церковный. Это просто ужасно, конечно. Даже не церковное, а все-таки кресток символ веры. Да, да, да. Это немножко другое дело. Это какие-то молодые, совсем не понимающие люди. Да уж, это точно. Плюс 7903-797-6333, это наш смс-портал. Пишите, мы продолжим. Никита Небылицкий, Дарья Гордеева. Я напоминаю, что у нас в гостях отец участницы пан-группы Пуссерайт, Екатерина Самуцевич, Станислав Олегович Самуцевич. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Никита Небылицкий. Да, доброе утро. Ну, разные смс приходят от наших слушателей. Я напомню, да, что у нас в гостях Станислав Олегович Самуцевич, это отец Екатерины Самуцевич, прошу прощения, участницы пан-группы Пуссерайт. Да, от таких вот, например, от Якова Позор. Они не политические, но враги православного государства. Помогают за 30 серебряников убивать веру, однозначно. До других, вот Энди написал, идем прямым курсом, как позицию молоту ведьмы средневековью. Ну, то есть, мнения, что называется, разделились, но в данном случае же, насколько я понимаю из того, что вы говорите, что это совершенно никакого отношения к вере как таковой акция не имела. В данном случае это была акция, направленная на указания неким функционерам церковным, которые вместо того, чтобы заниматься с точки зрения вашей дочери своим прямым делом как-то духовностью, начали заниматься политикой. Насколько я знаю, именно поэтому, собственно, и именно храм Христа Спасителя был избран как площадка. Ну, как бы то ни было, но в данном случае за 40-секундный ролик, реальные люди получили реальные сроки. Я понимаю. Но вот этот термин «православное государство», а куда делись мусульмане, куда делись буддисты, литеране? В общем, куда делись многоконфессиональные государства? Давайте все-таки называть его своим номинами. Государство у нас светское, а не православное. Ну вот, поэтому термин «православное государство», я тоже считаю, что не совсем правильно так позиционироваться. Относительно срока, ну, что я думаю, что действительно срок действительно достаточно суровый за 40-секундное, так сказать, действие в храме, потому что судом не инкриминирован их клип, потому что вследствие не установлен круг лиц, который сделал этот клип, смонтировал, наложил музыку, выложил в интернете. И это в обвинительном заключении не касается их. А только те 40 секунд, которые они провели в храме. Но дочь моя вообще там до Солея не дошла, ее там схватили. Она расчехляла гитару, ее схватили. То есть она вообще не... Ну, она не плясала на этом самом, она по-другому одета была. Другое дело, что она там несколько секунд была в Ероховской церкви, и там подмонтировали там кадры из Ероховской церкви. Ну и следователь именно поэтому ее там и расставал. Но вот в тех плясках, которые были на Солеи Христа Спасителя, она не участвовала, она не дошла. Но при этом за это следит. Да. Там ее охранники с двух сторон подхватили и унесли, так сказать, на руках, она такая маленькая. Но я хочу сказать, что этот срок, который им присудили, не дай бог что-нибудь в лагере с ним случится. Понимаете, какая будет жуткая совершенно реакция и за рубежом, и внутри. То есть от этого власти никогда не сможет отмыться. Да негативный образ страны уже создан. Хотели мировую общественность удивить? И не дай бог что-нибудь в лагере случится. И поэтому я знаю, что существует список Магнитского и так далее. Поэтому не дай бог что-нибудь в лагере произойдет. Будем надеяться, что ничего с ним не произойдет. Будем надеяться, что все-таки сроком каким-то образом сократят. Потому что уже хорошо. Нет, я на это не надеюсь. Потому что я присутствовал в течение недели на суде. И ясно, что приговор это не просто личное, так сказать, мнение Сыровой. У судьи это здесь было согласовано. Поэтому они свои, так сказать, сроки получат. Станислав Олегович, вы знаете, хочу закончить наше сегодняшнее с вами общение СМС-кой от слушательницы Майи. Станислав Олегович, сил вам, здоровья и терпения. Спасибо вам огромное. Большое спасибо слушателям, которые ко мне относятся. Большое вам спасибо, что пришли. Это мы понимаем, насколько вам было непросто и насколько вам вообще непросто это делать. Действительно, сил вам, здоровья и терпения. Спасибо огромное. Это Prime Time Никита Небылицкий и Дарья Гордеева. Завтра мы, как обычно, с 7 утра с вами. Потому что отпуска у нас закончились. Мы теперь в нормальном рабочем режиме. Удачного дня, друзья!